Ювелир в области произведения искусства Елена Зыбкина оточенными годами движениями придает картинам шик и выразительность. В Химкинской галерее имени Горшина мастер багетного салона обрамляет картины. Процесс завершен, мы поставили задники, обклеили, открыли маскируючной лентой, прижали, поставили декольца. Кольца зачем? Кольца для того, чтобы вешать. На той картине у нас был тросик. Аккуратно вставить полотно в раму – это полдела. Важно еще и правильно подобрать багет, который бы дополнял картину. Он стал немножко подсвеченную картину изнутри, она стала более яркой. Мне кажется, краски на домах тоже как-то стали более просматриваться. Мне очень нравится это обрамление. Оно сюда, на мой взгляд, подходит. Все тона в раме соблюдены в картине. Багет к этой картине коллегиально выбирали работники галереи. И не случайно работа принадлежит Константину Горбатову, на которой изображен Псков вековой давности. Картину отправят на выставку в Истру в историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Персональная выставка Константина Горбатова приурочена к 145-летию художника. И наши коллеги, музейщики «Нового Иерусалима» решили сделать грандиозный проект. Это будет вообще первый проект, на котором будут представлены в своем многообразии картины Горбатова. У нас работа 1922 года. Эта работа относится к раннему периоду творчества художника, потому что в 1930-е годы он уедет в Германию, откуда он уже не вернется. И мы гордимся, что в нашем собрании, а если быть точнее, в коллекции Сергея Николаевича Горшина, оказалась эта картина. Выставка, посвященная Константину Горбатову, пройдет в Новом Иерусалиме с 18 июня по 5 декабря. После чего картину вернут в Химкинскую галерею имени Горшина. Субтитры создавал DimaTorzok